Вячеслав Бетаров продолжает серию встреч с жителями районов республики. Завтра глава поедет в Ордонский район. Со своими проблемами и интересующими вопросами к нему смогут обратиться жители селения Мичурино. Встреча пройдет в сельском доме культуры в 18 часов 30 минут. Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдают с нарушениями или не выдают вовсе. Тема не новая, об этом неоднократно говорил глава республики. Подчеркивал, все виновные должны понести наказание. И вот пришли результаты прокурорской проверки. По ее итогам обнаружены грубые нарушения в соблюдении жилищных прав этой категории граждан. Некоторое жилье, приобретенное в прошлом году для детей-сирот, не соответствует должным характеристикам. А именно, практически во всех жилых помещениях, купленных в пригородном и Дегорском районах, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, квартиры не соответствуют техническим требованиям. Например, в Михайловском. Сироте купили жилое помещение, в котором никуда не годятся инженерные системы. Речь идет о вентиляции, отоплении, водоснабжении и даже канализации. Нарушен еще один пункт. По закону, жилье для сироты должно находиться в черте того населенного пункта, откуда несовершеннолетний выбыл. И только в некоторых случаях закон разрешает предоставлять жилье в другом населенном пункте. Правда, исключительно с письменного согласия сироты и органа опеки и попечительства. На деле из более 20 фактов приобретения жилья детям-сиротам в других населенных пунктах письменное согласие получено только в 10 случаях. К примеру, Министерство ЖКХ Республики приобрело жилье двум сиротам из Комбелеевского в поселке Дачное. Бумаги с согласием нет. Более того, от заключения договора социального найма сироты категорически отказались. В результате до сегодняшнего дня жильем не обеспечены. А это прямое нарушение их прав. В прокуратуре отмечают, все перечисленные нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Межведомственной комиссии по обеспечению жилищных прав детей-сирот. Эта правительственная комиссия уполномочена осуществлять контроль за сроками, местом, качеством предоставляемого жилья. Добавим нарушение, выявлено в деятельности непосредственно Министерство ЖКХ топлива и энергетики Республики. В результате надзорный орган внес представление в адрес председателя правительства Республики. Теперь предстоит устранить нарушение. Виновным должны предъявить дисциплинарные взыскания, а также они понесут административное наказание.